Это просто справедливость. Например, у кавказских народов принято кровная месть. Это считается справедливым англом, но это не правовое англо. Итак, коллеги, самое важное мнение. Справедливость — это чисто юридическое понятие. Не существует никакого иного понимания справедливости, кроме как правового понимания. Мне всегда казалось, что справедливость — это больше морально. Ну смотрите, коллеги, юс — это право. Вы только что сами сказали, да? Юстиция — это справедливость. То есть что меня удивляет? Это же очевидно. То есть кремляне, когда началось право, а я не могу сказать слово, что с них оно началось, и может быть оно не закончится, но поверьте мне, что есть понятие рецепции юридического права. То есть когда люди очень долго мучились, и наконец-то мучились, они все равно вернулись к римскому праву. И если вы посмотрите эти все схемы, это был такой письмо в цифрах в один из американских листов, да? Вы увидите, что в любом случае... Давайте... В любом случае... В любом случае мы имеем дело, коллеги, с римским правом. Мы идем на отдельном у нас. Если вы сейчас чувствуете, правда? Итак, смотрите. Есть как бы два... В системе... Есть как бы такое отделение разных правовых систем. но по идее хотим и не хотим допустим да вот есть было римское право есть арман германский система допустим да и есть система общего права и но так или иначе мы все равно всегда имеем дело с теми или иными изменениями концентра или включениями римского права я говорю что это очень важный момент чтобы понимать право потому что если греки создали очень много чего культурного плане красоты там поэли философии целые образцы нормативные образцы культуры только и римляне не могут похвастаться как греки римляне и древних греков объединяет в один отличный мир и римляне полосы точки зрения цивилизации повторения греческое общество сметили питер это звезда как бы венера это афродита полная зеркальная посреди дела не настолько полностью запереняет весь одна вещь для которой нам нужно поставить память они создали право и насколько сделать системно системно целостно и точно до сих пор пользуемся флодами рецепт серийского права и понятно дело по-разному поэтому возникли разные системы и многие другие но суть в том что посмотрите чего лет латинское название справа юстиция справедливость но мы настолько запрограммирована на наши проблемы до внутренние психологические что мы считаем иная кроме правовой хотя с точки зрения числе этимологии слова нет никаких оснований к этому приходит даже в русском языке слово право справа не предполагает ничего кроме ответственность справа ну конечно она очень такая суть действия и нас адреса такого что справедливость не бывает никакой иной кроме как правовой понятное дело ассоциально справедливости коллеги проверьте мне как один человек то ли хайк то ли чертишь как только прибавляйте какому-либо слово слово социальное это означает что вы хотите изводить то слово которому приводится социально поэтому и со справедливость если хочешь хочешь сделать что-то несправедливое если право это соответствие праву когда право это же нечто большее чем система формально определенных общие обязательных нормам права то есть существует источник права если мы говорили про как если мы говорим про власть физическую силу массы то оказывается не все то есть государство она есть власть физическая сила массы она преобразовав sweetTech государства но есть справедливость есть право как синонима справедливости и принципе да но тоже того и права системов normalmente правило но на самом деле мы делаем определение «не право» мы делаем определения в системе права или в правовой системе А на самом деле, право это и есть справедливость, допустим. Но вопрос справедливости это то, что в соответствии с правом. Так что же такое право в таком случае? Интересное поделение дал Сократ. Он говорил, что законное и справедливое это одно и то же. Право есть справедливость, выраженное в реализации разумно взвешенных интересов всех членов общества. Смотрите, какой интересный момент. Законное и справедливое одно и то же. По словам «закон», понятное дело, имело в виду не чисто юридически законное, а справедливое законное. И он еще говорил, что справедливое драгоценение всякого золота – это равенство всех закону и добровольное подчинение у меня. И смотрите, как интересно. На самом деле не всякое равенство является справедливым. А только равенство перед законом. И только равноправие является справедливым. Вот как у нас все проблемы с понятием справедливости. Только равенство в правах является справедливым. И только равноправие – несправедливость. И любое другое равенство является антифоном равноправия. равноправие потому что как только мы становимся равными в правах мы перестаем быть равными в любом другом ну как и в данном случае когда мы говорим права допустим да это есть такие это уже более низкий уровень допустим допускается на что там есть право астана будет черта обязанности гордах итак коллеги повторяю только равенство в правах является справедливостью не всякое равенство есть справедливость более того любое иное равенство кроме как равенства в правах является несправедливым противоречащим равноправилям если нет если вы подвезти какое-то иное равенство кроме как равенства в правах то любое равенство есть антипод равноправия то есть есть нарушение равноправия как только к сожалению есть много много выборов между равенствами но как то есть железный выбор либо равноправие либо неравноправие то есть любое и другое равенство кроме как равенства в правах не понятна не понятна не понятна просто надо привезти пример ассоциативно если ассоциативно то более понятно ну смотрите дело в том что если мы хотим обеспечить какое-либо иное равенство кроме как равноправие да